Всем привет! Дядя Тюра дает прогноз на матч 15 тура серии А Беневента-Милан. Встречаются 10 и 1 команды текущего сезона. Статистика команд. Беневента в последних 10 матчах имеет 3 победы, 3 ничьих 4 поражения. Милан в последних 10 матчах имеет 7 побед, 3 ничьих 0 поражений. Беневента последние 7 матча отыграл на тотал меньше и не проигрывает в последних 3 матчах. Милан не проиграл ни одного матча в этом сезоне серии А. Последние 4 матча отыграл на тотал больше и обе забьют ДА. Как видим, в последнее время Беневента чаще играет низовые и нулевые матчи. Милан наоборот больше результативных матчей, в которых и забивает и пропускает. В предыдущем туре Беневента обыграл на выезде Удинезе 2-0. Очередной нелогичный результат. Удинезе владел инициативой, создал 3-4 убойных момента, но проиграл 0-2. У гостей прошел очень точный удар со средней дистанции, а потом выстрел с нулевого угла. Милан обыграл Лаца 3-2. Центральный матч удался. Роль лидера у Рассенере взял на себя Антеребич, который открыл счет, заработал пенальти, после чего счет стал 2-0 в пользу хозяев. Донорума совершил подвиг, отбив пенальти, но Ромеро добил мяч после сейва кипера. Во втором тайме гости сравнивают счет, но концовка матча остается за Миланом, который создает ряд опасных моментов и на 90 плюс 2-й минуте Эрнандес срезает головой мяч в ворот арены после подачи углового. Как ни странно, но в последних очных матчах этих команд, которые прошли в сезоне 17-18, в Милане выиграл Беневента 1-0, а на поле Беневента была ничья 2-2. Сейчас, конечно же, Милан идет явным фаворитом, и в матчах с командами уровня Беневента не должен терять очки. Хотя у Дженара Рассенере не выиграли в Генуе, но это единственная ничья красно-черных выездных матчах этого сезона. Здесь встречаются две противоположности. Беневента подходит к матчу с длинной низовой серией, у Милана наоборот результативная серия. Шансов на то, что игра получится забивной, все же будет больше. Милан не может наладить игру в обороне так, чтобы не пропускать. Но зато пропущенные голы с лихвой компенсируют забитыми в атаке. Поэтому на этот матч средний счет, от которого следует отталкиваться, будет где-то в районе 1-2. Из связки ставок тотал больше обе забьют до победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют до 1-66. На победу гостей 1-61, на тотал больше 1-57. Как видим, на все предлагаемые варианты Буки дают невысокие коэффициенты. Беневента в последних домашних матчах не проиграл Ювентусу и Лацо по 1-1. Сможет ли команда Индзаги провернуть очередной фокус с топовой командой? Трудно сказать. Милан очень хорош сейчас. Пожалуй, наиболее ожидаемая ставка из предложенных трех будет вариант результативного матча. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.